Будто прошла настоящая бомбардировка. Можно снимать фильм про войну. Такими словами нас встретили местные жители. Кто-то стоит с горой упакованных вещей посреди двора, ждет транспорта. Другие только этим утром вернулись к родному дому и еще не знают, что ждет их внутри. Я шла с торгового центра, переходила дорогу и увидела, как пламя прямо вырвалось с 63-й квартиры. И вот прямо за пару минут и на балкон третьего этажа перекинулась. Я побежала, начала кричать, тут подняла. Вчера соседи благодарили, потому что многие даже и не слышали. Пока идем в квартиру Кларисе, женщина рассказывает, что в пожаре жильцы винят 63-ю квартиру на втором этаже. Сейчас ее двери нараспашку и видно, что огонь здесь сильно похозяйничал. Квартира проблемная, признают местные. Она под сдачей, там всегда много молодежи. На постояльцев всегда жалуются. Больше всего пострадал дальний флигель. Вероятно, огонь перебрался сюда по вентиляции. Вот так выглядит отдаленный от очага возгорания флигель на третьем этаже. Он фактически уничтожен. Крыши нет из двух десятков квартир. Огнем не тронуты лишь восемь. Да и то условно. Они либо залиты водой, либо частично обрушились. Местные говорят, что испытывать шок некогда. Нужно спасти свои вещи. Сейчас люди самостоятельно разбирают завалы и выносят уцелевшее имущество. Добрались до квартиры Ларисы. Она вместе с внуками и бывшим супругом спешно осмотрели жилье. Обошлось. Все благодаря молитвам, говорит женщина. Я вчера так молилась. И вот Господь помог. Видите, моя квартира по сравнению с… Вот рядом буквально. Слава тебе, Господи. Просто слава Богу. И вправду горе и удача здесь соседствуют дверь в дверь. Чья-то квартира выгорела в пепел. Напротив только осыпался потолок. Больше всего квартир уцелело в дальней части флигеля. Их владельцы вздыхают с облегчением, сочувствуют соседям и подтверждают – та самая 63-я квартира вполне может быть очагом возгорания. У нас вот сосед вот этот вот, он дежурит, ну это самое, Олю, начну как сторож, да. Вот он сказал, там вообще кельдин какой-то был. Курили, бычки бросали все время, хлопцы там, девки. Вот так. А что получилось? Это только догадки. Дом – типичная советская коммуналка. Квартиры – это только комнаты. Все остальное в коридоре. И если комната уцелела, то кухня вместе со всей техникой и утварью уничтожена огнем. Вся мебель, все это самое, пришло в негодность. Вот газовая плита, вот кухня. Все это самое, пользоваться нечем. Ни туалета, ничего нет, все разбито, все затопило, все разломлено, разгромлено. В мэрии уже отчитались, людей отселили, завалы убирают, а после работы экспертов будут решать, что же делать с домом дальше. Уже вечером 20 человек и одну собаку мы разместили в детском лагере «Мечта». Сейчас, на данный момент, ждем информацию, опять-таки, повторюсь, от ДСНС. После того, как они дадут возможность нам попасть в это здание, сделать экспертизу, дать оценку, то мы уже сможем говорить об алгоритме наших действий в дальнейшем. Печальный итог пожара. 700 квадратных метров выгорели. Почти 20 квартир уничтожено. 38 людей, официально зарегистрированных, лишились крова. Местные не верят, что удастся хоть что-то компенсировать. Хозяева проблемной квартиры исчезли, а земля под их домом лакомая. Потому уверены, что нужно готовиться к сносу и искать жилье самостоятельно. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».